Добрый день 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 вас всех ну а если говорить с языком мы скажем астрономии астрологии есть такое понятие халдейская номерология то в общем то люди которые родились 31 октября они находятся под влиянием урана солнца венера и сатурна в знаке весов ну и как я рассказал это двойственность какая-то такая натура это люди которые испытывают взлеты и падения это люди которые могут быть очень и очень нерешительных своих действиях то есть они постоянно ищут какого-то совета постоянно ищут какой-то поддержки как-то я делал программу нумерологическую она посвящена была как раз таки двум планетам это планета раху планета кету то есть южный узел луны это и есть планета кету вот но вкратце это голова и туловище демонического такого существа целая история была вот я там об этом немножко рассказываю кому интересно найдете ее на youtube но вот это воздействие урана и сатурна потому что сатурн очень тяжелая планета очень медленная планета это те люди которые родились 8 числа 8 18 26 числа но тем не менее оказывает влияние если говорить о том двух составляющих 3 и 1 31 число то очень интересные составляющие то есть получается как тройка это юпитер это очень хорошая очень благоприятная планета но она оказывает влияние на человека который может быть обладая очень серьезными качествами в то же время он обладает таким и авторитарным мнением или даже самомнением то есть это учитель учитель не терпит никаких поучений со стороны других людей я учитель я могу научить кого угодно чушь вы меня учите то есть это своеволе это нетерпение никому и к чему никаким приказом никакому давлению это дети вот чтобы просто немного отвлекаясь это мы говорим о 31 числа он все-таки составляющая оказывает влияние на этих людей то есть дети которые родились 3 12 21 30 числа в какой-то степени еще раз 31 числа они с ними надо быть достаточно осторожными их нельзя им приказывать иначе их можно задавить натуру они становятся озлобленными становится внутри себя так сказать вот это вот держит копит и так далее потом это может проявляться то есть надо быть осторожными но и единица а единица это солнце а что такое солнце это эго я ж царь это царственная природа человека я самый главный вы мне должны все подчиняться с другой стороны единица ведь это опека это солнце которое греет всех это солнце которое дает возможность людям находиться объединяться под эгидой вот этого человека это сильная личность очень сильная личность тоже не терпящая естественно как можно приказывать царю вот это все оказывает влияние на тех людей которые родились 31 числа еще раз поздравляю вас но ничего плохого в этом нету к примеру ну вот в юности скажем люди если говорить о финансовом положении а мы будем об этом кстати говорить буквально в среду среду у нас будет программа посвящена вот скажем так материальном положении благосостоянию финансам то эти люди в юности они как правило не зарабатывает много денег но уже где-то так более-менее так подходя к зрелому возрасту этот момент уходит и все будет в порядке то есть они будут зарабатывать они будут на хорошем счету особенно повторюсь те которые родились именно 31 числа это очень благоприятное скажем сочетание вот этих двух цифр тройки единицы потому что чистая скажем четверка это чистая четверка надо отметить что эти люди обладают таким устойчивым характером они приземленные ну скажем почему 4 4 ножки у стола это устойчиво три ножки может упасть правильно стола стула то есть это вот скажем так приземленные люди но момент какой идут 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 бах стена все что делать дальше опять же если не хватает они начинают искать советов если упорство настойчивость ну можно и пробить стену ну конечно потом повредить себя причем что самое интересное если человек находится в заблуждении а вот именно раху планета раху дают такую способность человеку не контролировать себя то это означает что вот он упрямо будет долбить 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 пилите гирю шура вот пилите то есть будет пилить до того момента пока наконец не наступит отрезвление на сколько сил потрачено то правильно сколько нервов ушло сколько здоровья ушло и вот это очень серьезный момент и тут надо это эти вещи понимать и быть тщательнее надо быть далее ну как уже в начале я говорил венера а венера но под воздействием значит уран сатурн венера ну и солнце но венера это же планета красоты это планета изящества это планета словесности музыки искусства то есть эти качества у человека проявлены и что можно сказать его один из камней счастливый камень вот такой вот это бриллиант которую носит не потому что ему нравится и женщине нравится вот эти цацки а потому что это необходимо для того чтобы устранить какие-то скажем неблагоприятное воздействие каких-то других планет но вот в частности вот это скажем ведь у нас есть сатурн то есть вот этот палец венера вот это палец сатурна почему носится потому что сатурн может закрывать венеру и надо облегчить скажем участь этого но это то почему я ношу они потому что так и этом мне нравится то есть каждая скажем так кто называет это побрякушкой кто называет это чем как угодно красивыми вещами они может быть и красивые но не слушать определенные цели они несут определенную энергию и это энергию надо учитывать в нашей повседневной жизни и незнание законов а там находятся законы неземные земные тут находятся не освобождает от ответственности нарушая эти законы пускай даже мы не верим в это далее если говорить о счастливых годах жизни то это то что связано с четверкой но в какой-то степени тройка единицы то есть 4 13 22 31 40 это количество лет да но и так далее просуммируйте сложите цифры откиньте там нули и тогда вы узнаете какое там скажем благоприятное если говорить одни то всем видимых планет мы знаем и 7 у нас дни недели поэтому какой день но это связано с солнцем четверка связано с солнцем и в какой-то степени если это луна тогда она связана с семеркой если мы говорим макету мы говорим час араху тогда если это связано значит солнцем то соединиться и тогда это воскресенье вот это хороший день и те люди которые родились еще раз 31 числа их счастливый день воскресенье то есть какие-то скажем важные моменты важные события можно планировать на воскресенье особенно если это попадает на 4 13 22 31 число вот что еще до цвета это оттенки солнца это оттенки золотого это оттенки желтого то что солнцем связано оранжевый золотисто-коричневый а также синий и до самых оттенков до самых темных почему потому что планета сатурн вот это все цвета которые могут присутствовать в гардеробе и учитывая энергию скажем сегодняшнего дня сегодня в данном случае понедельник это день луны какие-то вот эти элементы в гардеробе должны присутствовать плюс может быть планета луна поэтому это оттенки там светлого должны быть ну и как уже было отмечено вот от самой светлой до самых темных но с оттенками тех планет под влиянием которой мы находимся дальше еще раз кроме драгоценных камней кроме точнее бриллианта какие еще могут быть драгоценные камни это топазы вот и это может быть и бирюза это те камни которые следовало бы носить людям которые родились 31 числа то есть будем называть это счастливыми счастливыми камнями все дорогие друзья на этом такой коротенький экскурс в сегодняшний день 31 октября 2016 года мы заканчиваем спасибо за внимание еще раз меня зовут майкл мелихов руководитель центра сангейтс всем хорошего дня и всем благ здоровья всего доброго и и и Субтитры создавал DimaTorzok